С приехавшим к нему приятелем из Москвы нашей, в общем, Игорем Маяченковым, вдруг решили засадить меня в интернете, не в интернете я был, в контакт. Я думал, ребята, зачем мне контакт? Мне ютуба вот так не хватает. Достаточно. Игорь Маяченков сел за мной в компьютер и ввел меня посильно. Погрузил в контакт. У меня постепенно обучился. Смирился, а потом получил радость общения. У меня друзья стали появляться. И у меня как-то наработался стиль. Вот книги о двушечках ВКонтакте, я так ее и назвал, товарьбол ВКонтакте. Доработался стиль, где графа там шло в основу. Я ставлю вот такую великую преамбулу. И дальше идет уже текст стихотворения. Примечания бросил, потому что и много... Ну, в общем, стиль формы общения ВКонтакте я сокрыл. И вот такая книжок родилась. Благо здесь нужно отдать должное и отметить... Вот где он вышел из-за... Виктор Васильевич Машников. Это мой друг. И вот эта самая чемпионка мира по шахматам, Нина Сироткина. А они взяли все на себя и стали спонсорами вот этой книжки и проекта ВЦИЛА. Принесло, и так видно, писала. 1 апреля 2021 года поэту Владимиру Холменко исполняется 75 лет. Данная книга является нашим общим подарком к юбилару. Нина Сироткина, Виктор Машников. Ну что, откроем. И сразу предсчитаю, что я знакомые. Вдоль дверь, а в гостиного двора, в сторону фонтанки. Промокли сразу же ботинки, как только вышел из метро. Бреду, как гоголь в дурь гостинки. А может, дедушка кровь? На Невском слякоть, блесчут лужи, шагая, упутаясь в пальто и мыслью. Ну кому ты нужен? Художник слова? Ну и что? Ах, Невский блеск былой столицы, ты индикатор наших дней. В бездравственных старостричных лицах все ощутимей, все сильней. У дамочек в глазах охота. У зрелых франков алкоголь. В глазах детей родное что-то. У стариков сплошная боль. Боль равнодушия к проблемам, к тем, что страна вдруг обрела. Вся вертикаль блатной системы людей до ручки добила. Шли в развитой социализм. И вот летим в бездонный диск. А если перевернуть? Да, суть от этого не меняется. Да, вращать внимание. Главное, вы прочитаете? Главное, вы прочитаете. О, так. Теперь я, чтобы вам долго не читать свои верши, у вас есть книжки, или вообще, тут 200 страниц, начиная с пятой. Вот какое-нибудь число назовите, я открою страницу и подчту. 77. 77. Сейчас. 77. 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 78. 78. 77. Станиславу Пьеху в 14 раз номиновали на звание почетный гражданин Санкт-Петербурга. Только представьте себе, в 14 раз и наши доблестные депутаты ее опять прокатили. Ой, извините, дорогие мои, мне тут буквально через полчаса позвонили из ЗАГСа и упрекнули, а оказывается около 10 депутатов проголосовало ЗАГС, среди них трое моих хороших знакомых Максим Ревник, Михаил Аносов и Борис Висневский. Моя душа аплодирует этим достоинам граждан России будущего. Мне любо творчество, гадите наши едики, умна, стройна, всегда изысканный наряд, она России славная песенная века и до сих пор поет и славит Ленинград. Ей даже музы поклонялись все по кругу, эдитый голос в кровь струит адреналин. Она достойна строчки в гимне Петербурга, не только звание почетный гражданин, вновь депутаты доказали то, что тупы, а председатель их на ухо видно тупы и может статься по-щедрински город глупов вдруг на реку торплене мудрой Петербург. Нет, я не ерничаю, просто дать понять хочу, что над девчонкой властью мудрой Петербурга. Ну а кто еще? Тринадцать. Тринадцать? 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 Судильный Угнадюк, женщина удивительно прекрасной души. Припомнилась, как незадолго до своего ухода она почему-то привезла мне в квартиру маленького пушистого котеночка. Завещаю, улыбнувшись, сказала Лилия Алексеевна, со своей дачи привезла. Вскоре она ушла из жизни. Умирая, поэтесса завещала мне котенка. Я не рад был, если честно. Плакал он уж бурно громко. Вылез и гвоздиц два круга, светятся тепло и ласты. Котик в память о подруге в нем урвычет на ночь сказку. Сняв с души печаль, тревоги, выгнется пушистым станом и ложится спать мне в ноги теплым, мягким талисманом. Спасибо. 54. Так что придется со цепи 54, тут через 53. Она называется... Страничка называется такая. Так бы страничка ВКонтакте, страничка ВКонтакте. И один в поле воина. С большим интересом отслеживаю в Ютубе ролики талантливого писателя и юриста из Мордовии Андрея Вячеславовича Семенова. Восхищаюсь его подачей, злободневной для наших дней тематики, а также его эрудицией и работоспособностью. Этот человек, искрящийся своей природной сердечной чисткой, удивительный саранский самородок. Канал его называется «Ростеньком, но с большим вкусом и смаком». Лох по жизни. Так и называется. Лох по жизни. Ролик, как одному противостоянию, заставил меня относиться к творчеству Андрея Семенова с еще большим пиететом. Посвящение Андрею Семенову писателю в бою на Афганске. Он спел о друге, не вернувшемся из боя. На конкурсе был он афганской песни. И не было мгновений тех чудесней, весь зал затих, поверженную троей. Жюри командовала дама-композитор, а попросту напыщенная баба. И, мол, била она, мол, номер слабый, и ловнулась, словно инквизитор. Потом девчонки вярко сили сарафаном, приплясывали, голосисто пели, а зрители от ужаса обалдели. Ну, не вязались песни те с Афганом. Затем отец седой сагбенный, сагбенный, старый, пел о погибшем сыне, чуть не плача. Вердикт жюри. Ваш номер неудачи. К тому же не владеете гитарой. Раздался возраст тут вдруг воина-артиста. Мадам, я не стерплю отца-конфуза. Я честь отдал Советскому Союзу. Он выучил меня. Я стал юристом. Я в суд подам, чтобы конкурс был закрыт. Тут зал весь скобом выдохнул. Жигит. Поступок уважения достоин. Сразил жюри певец, афганец, моим. Тут у нас в зале они, в частности, и в Тюзе вы работали, и в Александринском театре. И там же трудился много лет наш последний русский трагедник Николай Константинович Симов. Где-то в юности мне довелось с ним пообщаться. И спустя полвека выклюслилось вот такое стихотворение. Последнему русскому трагику спустя полвека. Припомнилось, как мой приятель художник, сын Заблита театра, делал карандашные наброски патриета мастера сцены в его гримёрне. Я стал тогда неводным свидетелем их диалога о чёрном человеке, заказавшем рейтмию Мюнцера. Актёр сидел в области и иногда улыбаясь, подпруднивал над молодым художником фразами из монолога Сальери. В памяти Николая Константиновича Симонова. Ах, распахните мне в белое время двери, в Александринский тот введите снова зал, где нам был юношам сам Симонов Сальери, всю суть о чёрном человеке рассказал. Тот самый Симонов, последний русский трагик, предстал как мамок дайский наших дней. Не стану мыслью растекаться по бумаге, по темпераменту игры он был сильней. Сгубило Пушкина российское удушье, внезапный реквиум смёл Моцарта под ноль. А личность Симонова светские чинуши вогнали наглостью советской волкоголь. Чекистской силою был вогнан дрог Есенин. Чекизм Дзержлинского – суть чёрный человек. И от него, о ужас, нет спасений. Наш пандемический бритв 21 век. Живём, дрожим, и взрослые, и дети. Он сторожит нас даже в интернете. АПЛОДИСМЕНТЫ Год рождения 46-й. А страница – 190. А, 190. Что не хочет? Он не вереет. Уже близко. Волки любви. Сколько и в каких только ипостасях не была освещена эта волнующая нас всех тела. От бесчисленных средневековых серенок и следующих за ними сквозь года любовных стихов и романсов. Вот и я, пьянея от восторга приближающейся весны, решил затронуть эту вечную вселенскую тематику и расписался в ней на свой собственный вкус, лад и манер. Моя милая, голубоглазая, понимаю, в душе весна. От дыхания её под газом я, да и ты от любви пьяна. Всё-то ластишься ко мне грубкою и не сходишь с моих колен. Не обделаться милой шуткой, хоть попался в любовный плен. Успокойся, моя красавица, что так жадно глядишь в окно. Там снегирь на ветке качается, от рябины в глазах красно. Кот соседский за в окно нам зарится. Зор влюблённый сроди огню. Хочешь, ради тебя, красавица, я его сейчас прогоню. С кем беседами думаете, заряжная, да за ушком чешурукой. Это кошка моя домашняя, мой хранитель и ангел мой. Только сдить меня, полюбиловать, неземную любовь не кастрировать. Теперь я вам предстану и покажу на деле реакцию моих внуков на меня, как на деда. Такой я не знаю, но я и не горжусь. Короче, эйфория от общения с внуком. Мне по душе общение ВКонтакте со священнослужителем Ивана Смирнова. Опубликованный им рассказ Елены Курченко, сердце блудницы, просто перевернул моё сознание. Отчего вдруг я, будучи когда-то неплохим отцом, стал никудачным дедом. Мало общаюсь с внуком. Внук разрешил меня почти до колики, как грамотно вино и водку пить. Живут лишь тем, чтоб выпить алкоголики, а пьяницы пьют водку, чтобы жить. И ты, дедуля, любишь остограница, но даже на бровях, придя домой, в глазах моих ты далеко не пьяница, а старый дуб с мудрёной головой. Я возгордился внуком поневоле, так рассуждать, участь в начальной школе. Ну давайте на этом всё. Потому что... Ну что я мог бы сказать, не знаю, о чём говорил Владимир Иванович, но это человек многогранного таланта, авиатехник. Какой вы эти? Авиатехник. Инженер конструкции. Авиатехник. О, эти, эти. Начинается, мёд-то берёз. Кстати, генеральный директор аэропорта Пунткова, товарищ Демченко, Демченко, его был хороший. Ну Демченко, он был неплохой человек. Знаком. Но не моя... Не полен, он был крупный чиновник, а у меня на чиновничество особенно крупное. Аллергия. Странная аллергия. Ну что я хочу сказать, что Владимир Иванович активный, принимает участие во многих организациях, в том числе он деятельный член, есть такой офицер собраний города Ковкана, уникальное. Это, по-моему, единственный в России офицер собраний, который существует уже больше 20 лет. Вот от имени офицер собраний, он периодически не просто там присутствует, а выступает. Стихи, песни, рассказы. И не только на собраниях, но и в школах где-то, в библиотеке. То есть, ну, несет разумное, вечное, что я говорю. Поэтому от имени офицера собрания разрешите ему честь. В библиотеке вручить грамм. Это первое, второе. Есть такой у вас. Вы бы сказали пару слов. А я бы уже не вас скажу. Ну что, девушки представим. Давайте, ну, не-не, мы вперед. Не-не-не, натехи. Ну, сказали, а говорите. И это представляем потомок древнего-древнего-древнего рода. Меховая королева Санкт-Петербурга. Классно Наталья Федоровна. Невский, 51 когда-то. Я такая счастливая девушка. Мне удалось родиться в музыке 21 века. То есть я муза великого поэта Владимира Холменко. Он мне посвятил много стихов и много романцев. Я очень счастлива. И в сегодняшний день я желаю юбиляру прожить еще столько же. Живите. Я знаю, что в вашем творчестве он будет жить в веках. Но сейчас движется генная инженерия, медицина и все прочее. И жизнь продлится. И я хочу, чтобы вы прожили 150 лет при здоровье, при счастье, при благополучии, изобилии. Чтобы много друзей было. Чтобы всегда было хорошее настроение. И всегда было творчество. Чтобы легенько раз и написал. И чтобы все восхищались. С такой музой, я думаю, он будет творить еще лет сто не меньше. И это правильно. А, дорогие друзья, ну вы прекрасно знаете, что Владимир Иванович, помимо всех его отдельно, еще вот является отцом-прародителем. Есть такая региональная общественная организация, РСТД. Русскоязычное сотрудничество. А дальше запретили России и зарубежья, которое было создано 13 августа 2008 года. Ему исполняют седьмого. Восьмого. Седьмого. Восьмого. В этом году 13 лет. Хорошая дата. В числе учредителей. Народный артист. Миссер Алик Басилашвили. Академик Андрей Юзвитов. Директор Пушкинского дома. Халменко. И уважаемый Николай Витальевич Гуров. Народный артист. Здравствуйте. 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 О, я и хотел. Высшей наградой РСТД является золотая цель. За 13 лет ей награждены всего лишь 11 человек. В том числе Городницкий Александр, покойный Евтушенко, в том числе Николай Витальевич Гуров. В 2018 году. В Роском музейномойке. Мы хотели, Владимир Иванович, была мечта на родине Пушкина, в обскоре. Ну, я думал, просто съездим. Ну, вот наградили, вот наградили. Не в Роском музейномойке. Ой. Музей. 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 Пушкина, извините. Контингвинация. Да, да. Ну, это очень русский музей. Очень русский, да. И, извините, это наш достойный лауреат. Да, да. Сейчас я расскажу. Да, я хотел сказать. Мы увенчаны золотой цепью содружества, пушкинской, за доблестное отношение и сохранность русской культуры, русской словесности. Мы награждали его вместе с Сергеем Михайловичем Никрасовым, директором этого музея. А теперь, пожалуйста, Ваша слава. Начинает так говорить, как будто мне завтра 75. Мне просто завтра. Здесь на этой цепи написано «Аз есть». Полнее не сказать, мне кажется. Я очень ценю эту награду, она у меня лежит среди всяких государственных наград, которые дадут. Но надевать ее почти некуда. И вот сегодня, только заслышав о том, что у нас будет возможность увидеть и услышать Владимира Ивановича, я ее нацепил и пошел так гордо, как действительно дуб увенчанной цепью. Дорогой Владимир Иванович, вы человек в нашем городе такой достаточно заметный. Если вы в темное время, где-нибудь в колонны, выкатитесь так, даже в этом котелке, достаточно интеллигентно, лондонской, и с подворотней темной, я уверен, любой шарахнец в обморок упадет, а даму может загоречать. Настолько вы можете произвести страшные впечатления. Вы, при этом, человек настолько нежный, и вот из этих стихов, и еще не прочитанных, и изданных в других ваших сборках, следует, что вы человек очень нежный какой-то такой. Там столько всего. Раимов, вы меня достали своей книжкой, вы написываете все, начиная с 1946 года, включая детские воспоминания, потому что детские воспоминания всегда у любого – это самое яркое, это самое болезненное, это самое радостное, это самое запомнившееся, это все то, что и сделало бы тот фундамент, на котором сегодня стоит очень живой, не самый здоровый человек, с мышлением ребенка, и при этом очень взрослого ребенка. Потому что в каких-то словосочетаниях обязательно возникает некое философское, очень чувственное отношение к жизни. А к жизни относиться прямолинейно достаточно людей без вас. Поэтому то, что вы сделали, да, это хорошо. Чего вам пожелать? Наверное, я возьму на себя смелость от имени всех увенчанных такой цепью, нас не так много, но есть народ, не все собираются, потому что некоторым уже хорошо за 90, просто, как Ванечки Караско, например, он уже не всегда приходит, куда хотел бы. Я думаю, что все мы могли бы пожелать, прежде всего, конечно, все так же успешно справляться с любой болячкой, быть настолько сильным в этом, потому что эта сила передается и нам вокруг, даже с нашими маленькими болячками, мы начинаем справляться лучше, глядя на вас. Это важно. Во-вторых, я хотел бы пожелать вам тиражей, потому что я из тех недоверчивых людей, которые... У меня есть коллеги-актеры, которые говорят, мне не важно, сколько человек в зале, я как... Не знаю, это неправда, глубоко убежден, потому что переполненный зал – это лучшая награда за любой труд. Точно так же, как для писателя, журналиста, высокий тираж, тираж расхватанный и прочитанный – это самая лучшая награда. И тот, кто говорит, не важно, писать кому-то или в стол, ну, жестоко кокетничает и, по-моему, не умно кокетничает. Тиражи должны быть большими, книжки должны доставаться людям и должны читаться людьми, а иначе смысла нет. Чего переводить деревья, наверное. Вы так скромничаете, у вас все время малый формат, а я вам желаю большого тиража любого формата, потому что это хорошо. Очень хорошо, что это попадает в сети, потому что мы живем в 21 веке, и без сетей мы никуда не уедем. И 10 там миллионов подписчиков или посетителей, или 100 тысяч, неважно, их все равно тысячи. А это уже здорово, и при наших книжных форматах нынешних, ведь книга издателей, книга продавцы жалуются, что не самое лучшее время, потому что тираж 100, 300, 500, это уже, я сразу вспоминаю, издательство «Правда» тираж, полтора миллиона, первый завод, второй завод, полтора миллиона и так далее. Так что тиражей как можно дольше не терять друзей, и дай Бог повесить еще не на один дуг золотую цепь. Вот эти вот струнные, по-моему, очень весенние цветы, родиться 1 апреля, это ведь тоже мужественно. Я люблю искусство, люблю искусство вас, и вы мой... Я ваша муза, грошу я в своем мече. Груза у меня вон она. А вы это так-то... Слышь, мама. Ой, все. Так, дорогие друзья, вот здесь как раз о золотой цепи, это уникальная вещь, и мы вот здесь рады поприветствовать гения, автора этой цепи, Тахир Абсалям. Это не только его творение, его творение в Эрмитаже заказывает, и это, это гений, это гений. Так что если кому-то нужно порадовать там, друга подругу, и это обращается, создает уникальнейшие вещи, на любой сути. Это муральда, и с любой надпись. И с любой надпись. Ну, я уже... Да, и здесь, что я могу сказать, вот все обратили, кто-то сказал, в лондонском котелке, это действительно котелок из Лондона. Это ему подарил его любимый сын Артём. Давайте Артёма поприветствуем. Который, который так и помогает, который сводил его в город Серов на родину. То есть это его опора. Сын, два внука, то есть у Володи все прекрасны. Вот он сказал, что плохой дед, но внуки его очень любят, хотя очень редко встречаемся, в основном отца я вижу и как раз всегда. Да, я работаю, мне некогда, ну действительно вот так, потому что, несмотря на то, что и в интернет он выходит, и вконтакте, да, вложечка вконтакте, ну действительно, вот как ни позвонишь, я, да-да-да, ну занят, занят. И действительно, ну мы прослушали несколько тех стихотворений, которые он прочитал в своей, ну в той книжке, которую вы прочтете, там, я, ну, не могу подобрать сейчас слов, но всегда меня поражает, как так мне довелось быть сыном такого великого отца. Спасибо вам за то, что есть. Я вот не знаю еще, Владимир Владимирович говорил, нет, в этой книге здесь, в общем-то, очень многим посвящено, в том числе, вы знаете, что, кто-то говорил, вот да, слабое здоровье. Ну, Володя очень силен духом, но все мы там где-то что-то болеем, а то из всех говорений он посвятил доктора Бога Ольге Крошедейниковой, давайте его приветствуем. Я поздравляю, конечно, Владимир Владимирович Камненко. Я его знаю не так много, 7 лет, всего. Но это очень много. В то время, в наше время, поддерживать отношения с друзьями, сейчас это дорогого стоит. Потому что в мире, насколько все сложно, что люди на площадке не общаются с другим делом, не говоря уже о том, что это. Поэтому я в своем пожелании, в золотых цифрах, 7, 7, 5, выразила все, что я ему желаю. Но самое главное, конечно же, я желаю здоровья, потому что я действительно врач, причем не просто врач, а очень широкого профиля. К тому же врач пожилых людей и душевный доктор Алексеевич. Поэтому я желаю здоровья душевного, физического, морального, материального. Говорится, чтобы здоровье во всех органах, а денег во всех кошельках. Потому что я каждый год хожу на все его презентации, на юбилеи мы встречаемся. И столько добрых и ласных, добрых слов сказано в его честь, что я просто горжусь тем, что у меня есть такой друг. Спасибо, друзья. А вот не все нужно, можно прочитать, что там написано, отсюда отсвечивают, не видно. Вот именно те слова, которые написаны. Да, вот Ольга и прочитает. Да, да, да. Автор. Значит, прежде всего отрывайся. Синяй, жги, весельись. Наслаждайся жизнью. Варни, как он такой же. Мечтай, продолжай любиться. Спасибо. Дорогие друзья, вот одно из последних стихотворений, которое вы сидите в заточении, как все мы там написал, посвящается очаровательной девушке, не просто девушке, Ольге Атуриной. Легендарная личность, прапраправмочка Петра Петровича Яшова. Да. Автора Канкага Куркана здесь присутствует с ее мужем, хранителем Валерием Изюнк. Поэтому. Да, был я на юбилее. И был у него стягивая нахарка. Шикарная пара. Да, Валера Кеменков и Оля Атуриная. На юбилей модели Ольги Атуриной. Только что вернулся из Токсова с юбилея бывшей известной модели Ольги Атуриной. Данная очаровательная дама является прапраправмочкой великого Петра Петровича Яшова, автора знаменитого конька-гарбунка. Гуляли в банкетном зале терема, расположенного в зеленом заслеженном сословом лесу над излистой красавицей Охтерикой. Я раб изысканных моделей. Мне облик их безмерно мил. Вот Ольга, муж ее, Валерий, и славный их сынок Ирил. Цвела в природе царь девицы. Слыва в народе мастерицы. Теперь имеет терем свой, вору над пухтою рекой. Валерий в ней души дичает. Не раз бывал, не раз в гостях у них бывал. Пил, ел, с восторгом наблюдал, как жунышку он обожает. Так обожают лишь Христа. Любви сей поэта лет до ста. Лишний раз поэс убедился в том, что Тобольская сила поэтического слова и сибирская красота воистину невлюдаемы во времени. Спасибо вам большое. Да, спасибо. Ну, как я говорил уже, Владимир Иванович сотрудничает очень со многими. В том числе и есть такой комитет Ленинградских ветеранов войны, военнослужба однополчан, Людмила Ивановна. Это помощник председателя Василия Григорьевича Голодышева, к сожалению, не мог поприсутствовать. И она выскажет пару слов, я думаю. Ну, что я могу сказать, у нас, конечно, много пожилых людей, потому что общественная организация ветеранов войны, воинской службы, однополчан. Но Владимир Иванович находит везде поучаствовать, попринимать в наших мероприятиях участие, где-то выступить. То есть вот его жажда общения с людьми, жизнью, энергией, именно такого премилюдия просто можно подавидовать и пожелать таким же оставаться еще долго. Нас не забывать и радовать своим творчеством и восхищениями. Спасибо. Так, дорогие друзья, но здесь еще присутствуют люди, которые оберегают творчество, однопрость и еду. В том числе настоящий полковник Георгий Кузьмич, которого наш поэт называет «мой генералист». Это не просто полковник, это порученец по особым делам, начальника главного генерального штаба генерала Квашнина. Прошел все горячие точки, Афган, Чечня, это, ну, жир. Позвольте, пару слов. Да, чтобы жизнь прожить, наверное, не мало. Я знаю наши уважаемые юбиляры, ну, в принципе, уже давно. Ну, первое поражение он нанес тем, что он очень великолепен. Второе поражение в том случае немногослой. И третье поражение, что счет поверили, у него красивые стихи. Здоровья тебе, счастья и удачи. Спасибо. Ну, что я могу сказать. Помимо всего прочего, хотя Владимир Иванович не шахматист, но он уже в течение лет десяти и более присутствует на шахматных баталиях разного уровня. Начиная с того, что он является психотерапевтом, чемпионом генерала. Это баталия в шахматном садике в Торрическом, в парке Победы, в городе Герои Царской Цели Пушкина и в Астралик-Бештаре. Поэтому есть у нас председатель ветеранской комиссии, шахматный федерат Санкт-Петербурга, Георгий Иванович Жуков. Он пару слов хотел сказать. Ну, что я могу сказать. Я уже лет 10-15 примерно. Но в моем тренере не играл. У меня всего шахматиста 266. Самый старейший 92 года. Играю еще. Ну, что я могу сказать. Вот, приглашали мы его в Торрический сад. Он там был до конца. Потому что мы как играли? Час, два, три. Молодец. Выдерживали. Не каждый выдержит. А он выдерживал. И, естественно, раз поздравлял. Ну, что я могу сказать. Здоровье, здоровье и здоровье. Я постарше тебя немножко. Но только здоровье и здоровье и здоровье. Здоровье и здоровье. Нормально. Спасибо, Георгий. Всех лучших успехов. Ну, я вижу в числе друзей Саабского села представителей. Настоящий полковник Чудрилов Владимир Викторович. Я, честно говоря, не готовился. Я знаю Владимира Ивановича, ну, тоже давно, давно. И был на первом заседании вот такого вот знаменитого русского собора. Вкома там. Собор. Это когда Николай Витальевич нам делал пресс-конференцию. Нет, нет, нет. Вот здесь вот, напротив гостинки, премьете по культуре. Когда вы собирались. Да, пресс-конференция первая была. Это перед уходом. Да. Николай Витальевич. Перед уходом он был председателем Министерства по культуре. Он нам организовал это дело. Он грезный отец. Он грезный отец, да. Он грезный отец нашей общественной организации. Мы с ним пришли, один из них в хлам пьяный был там. Значит, никак не попал где-то там у Кондольсковского вокзала. Это дело отличается. Но дело не в этом. Дело в том, что, значит, вот одна из сторон жизни для Владимира Ивановича. Вы знаете, вот его, он мне постоянно дарил кассеты, свои песни. Мало того, что он по этому еще и артист. С очень уникальный голос, запоминающийся. Владимир Иванович, эти кассеты у меня в автомобиле, как для постоянного слушания, всегда находятся. Я могу сказать, что это так. Не, 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 ну, да, я делаю очень все. За то, что там четкая патриотическая направленность. Вот он, вот этот человек, который все делает вот для этого. Да, и вот это есть у меня, да, конечно, есть все. Все это у меня есть, да. Вы понимаете, вот его патриотизм меня всегда поражает. В наше время это арея. Такая, какой патриотизм. И все его песни проникнут и любовью к городу, и любовью к людям, любовью к России, к нашей стране. Владимир Иванович, спасибо за эти песни. Ну, что я могу сказать. Владимир Иванович дружит, как и славно, из-за законодательной власти. Ну, не совсем представитель. А, нормальный. В том числе здесь присутствует и очаровательный Олег Владимирович Раковский. Где он здесь? Где он здесь? Да. Где Раковский? Побежал. Тоже, кстати, в стихию Раковский. Водить он тоже творит. Кандидат в технических наук. Настоящий капитан спец. В запасе. Ведущий специалист в ЗАГС Отронении. Олег. Ведущий специалист в ЗАГС Отронении. Ведущий специалист в ЗАГС Отронении. Я думаю, что благодаря Виктору Васильевичу. Он приложил свою руку к тому, чтобы состоялась наша встреча. И вот дальнейшее мое восхищение Вами, Вашим талантом. Потому что какую бы тему Вы не затрагивали, там вот у Вас есть и такие поддержки, и классические какие-то вот темы. Вот. Всегда Вы настоящий мальчик. Ведущий специалист в ЗАГС Отронении. Как Владимир Ирванович, вот 148-я страница от Тавридического сада до Невского Парфенона. Как он называется художником? Графом Гинбергом. Давайте поприветствуем. Граф Гинберг. Евгений Анатольевич. Анатольевич, да. Здравствуйте. Один из самых известных питерских художников. Друг настоящей молодежи. Хочу сказать, что Транспортный цех уже выступал. Теперь выступает поляк. Это я. Малыч, я поздравляю с маленькой работой. На и Бог тебе здоровья. Друга. Друга. Здравствуйте. Я тебя люблю. А можно по-друга стороне стихотворения Владимира Владимировна? О, я как раз хотел и представить числе друзей Владимира Ивановича. Один из лучших, не только петербургских, но и российских, чецов, правильно я говорю? Ефемерка Дмитриевич. Приятное стихотворение о Петроградской стороне. Из-за священной, извините мне, ты родная мне и неродная. Вдохновение сердцу и уму. И за что люблю тебя, не знаю. И уже, наверное, не пойму. На Большом проспекте и на Малом Уж не слышен больше стук под коп. Сторона дворцов и коммуналов, и интеллигентных стариков. Кто сказал, что ныне час неродный? Верю, нет на свете красивей. Стороны порушенных часов, Стороны поруганных церквей, Сторона любимая, родная. Взял давно бы посор и суммул. Но люблю тебя, за что, не знаю. И уже, наверное, не пойму. Владимир Халимович. Так, что я вот здесь вот чуть-чуть опоздал, Но все-таки появилась. Где Кирилл Юрьевич? Оля Юферевна. О! Владимир Иванович, это заслуженная артистка РСР. Одна из лучших певиц Санкт-Петербурга, Ленинграда, Питера. Владимир Иванович ее сравнивает с... Легендарм. Да, и посвятил здесь тоже стихии посвящения. О! Я думаю, мы вживую ее чуть-чуть там... Так, режь. О, сейчас Владимир Иванович. И я вот пытаюсь найти, пытался найти. Ну, пока он расскажет, мы поищем. Сейчас я найду. Я буду еще и говорить, да? Да. Владимир Иванович, проходите. Проходите, пожалуйста. Слушайте. Кстати, дорогие друзья, по-моему, сын Оли родился позже вчера. Да, Оля? Саша? Да. Оля, видите, вот такое вот совпадение. Я... А Наташа был 31-й, что Наташа заходила на артистке театра «Буха». Ой, это Наташа Бубрович. Да, я уже так возрослею, скоро вторая. А у нее 30-го театра «Буха» была, артиста, ведущая театра «Буха». Ребята, поприветствуем. Рядом со сложной артистке. Вы у меня спектрами, вы будете сегодня на другое переходить. Приходите. Я политанцы преминировала сейчас. Вы были? Я еще. Приходите. Наташа сейчас очень много играет. Да, сольщий работа. Да, самое интересное, что она стала ставшей, тем больше, что у нее стало ролей. Вот сколько я ее знаю. Мы уже больше 20 лет уже. Вот, поэтому... Мы сейчас будем... Да, ладно. Владимир Иванович, здраво. Вот, Владимир, расскажу. Владимир Иванович, я познакомилась, то есть, вступила в общество у нас русскоязычный соот сотрудничественных деятелей. И я являюсь этим членом. Вот Владимир Иванович, я познакомилась. Я сделала презентацию. Это было в активной галереи, там, в метро, в Невском районе. Значит, вот так вот. А та же, конечно, тоже приходила. Там не было ни света, ничего, никак. Вообще-то, если как бы, вот я вот встала. Я посмотрела, а я с ним пребыла незнакома. Вот такой представительственный мужчина сидит. У меня, значит, вот сколько я пела, сколько я смотрела на его реакцию. И когда он сказал «Браво», у меня такая, а что, выдохнула я? Я думаю, как приятно. А потом меня представили, его представили, сказали, что он председатель президента нашего общества. Вот, ну и вот так вот познакомились, подружились. И мы сделали даже с Владимиром Ивановичем проект совместный. Он читает свои стихи, а я, значит, какими-то блоками, там, на разные, то есть, ретро, там, джаз, там, романсы. То есть, и у нас вот это все сделано. Он читает, а я спела, он читала, я спела. Ну, как-то этот проект не пошел, началась эта пандемия. Я надеюсь, мы это как-то осуществим. Ну, мы выступили, выступили, вот, Виктор Васильевич нам такую возможность предоставил, и в обществе ветеранов, вот, которому Виктор Васильевич военных он бы принадлежит. Вот мы там выступили. И как раз у нас это как бы была презентация, 9 мая. Ну, очень надеюсь, что Владимир Иванович у нас все-таки с вами этот проект будет продолжаться. Я очень, очень хочу с вами выступать, тем более, что мы даже там с ним вместе поем. Вот. Владимир Иванович очень хорошо поет, у него очень красивый голос, и это очень приятно. Владимир Иванович, дорогой, я вас очень люблю. Он почему-то считает, что я заслуживаю внимания такого же, как Элла Феджиал, хотя я так не считаю. Мне, на самом деле, очень, очень далеко до всего до этого. Вот, но он мне, значит, еще посвятил стихотворению своей книге. Значит, будете читать? Да. Это мы были на очередном день рождения. Ага, ну, у меня какой-то юбилей был, да? Тост пожеланий я там прочел. Ой, какой юбилей? 25 лет, пару лет назад. Говорите, Альбом. 25 лет. Тост пожеланий. Вчера отметили день рождения заслуженной артисткой России певицы, бывшей солистки оркестра Иосифа Байстейна, Ольги Николаевны Юферевой. Гуляли в кафе Жюль Верн на Подольской улице. На мой взгляд, эта певица является лучшей из плеяды легендарной Эллы Финцера. Ольга порадовала гостей не только шикарным накрытым столом, но и своим великолепным дзазовым вокалом. Жаль, в наши бескультурные времена у нее мало концертов. Мы любим ее дзазовый вокал, и песен русских исполнений нравится. Позвольте мне поднять и свой вокал в честь Ольги нашей, умницы, красавицы, и пожелать ей много славных лет любви и здоровья в день ее рождения. И чтоб закат всегда звенял рассвет, под звезды птиц божественное пение. Еще желаю море выступлений и денежно-валютных помолвений. Владимир Иванович, я вот так вот скромненько... Владимир Иванович, это чтоб солнышко... Затасенька Бобровична моя. Я благодарна за то, что я, честно говоря, так давно, вот так, в таком теплой атмосфере, мы же издалека все видим людей. Действительно, мы так жалеем, когда это мама, но мне, наоборот, для них все равно честно, как умеет. Но мне так нравится, что мы собрали людей, красивых, достойных, которых мы так редко теперь видим и так редко встречаемся. Вот сегодня для меня это было самое приятное, что я давно-давно уже не видела за это время. Дай Бог вам всем здоровья, в вашем лице, в вашем лице, в вашем лице, в вашем лице, в вашем лице. Наталья Бобровича. Здесь, в вашем лице, в вашем лице. Здесь, в вашем лице. Здесь, в вашем лице. Дорогие жители, ну здесь, вот, не знаю, выступал Иссоцией Ильич Курбиков, талантные, уникальные журналисты. Вот, когда первая, одна из первых презентаций его книги в Доме писателя была в феврале, я думаю, Владимир Иванович написал ему стихи. Ну да, читал или нет? Вы сохранили, да? Это вот, я думаю, у него тоже. А вот, я думаю, серый. На выход книги Александра Сергеевич Курбикова «Самая титуловая», которого он представил сейчас. Правильно. Тут все взаимосвязано. В этой книге, страница 116, Владимир Иванович посвящает свои стихи тоже вот Ниль Микал. Поэтому тут все взаимосвязано. На выход книги, да? Любезный Александр Сергеевич, февральский сей морозный день, Нам книга ваша в души греет, да так, что у них светет сирен. И пробки свищут в потолок за мастерство волшебных строк. Ну, что я могу сказать? Вообще, многие моменты были бы, наверное, безнадежно утеряны, но в связи с тем, что появился новый век, как сказал Николай Витальевич, век интернета. С этим приходится жить, существовать. Вот в числе одним из самых талантливых людей, не только интернету, но и вообще, и новидеум. Здесь очаровательный Александр Владимирович Травин, который запечатлел многие моменты. Более половины стихов Владимира Ивановича в Ютубе вести от роликов. Давайте поприветствовать Владимиру Ивановичу. В этой книге масса стихов посвящено Александру. В самый первый день декабря прогулялись мы с Сашей Травином по центру Петербурга. Это, ну, масса, масса. Везде Травин сквозит, и это закономерно. Ну, потому что мы очень долго общаемся, поэтому... Ну, он немного ошибся, когда говорил, это не 12 тысяч подписчиков, а миллион, это просмотры. Там миллионов очень много, да, это что-то 12 миллионов просмотры. И нет, да, да. Я хочу сказать так, что, так как я в Ютубе слежу за этими, за всеми просмотрами и так далее, он уже уникален, ну, можно очень много, что говорить, я не хочу долго просрочно, я буквально минутку, там, полторы минуты скажу. Вы знаете, есть такое понятие лайки ставить, вот можно ставить отрицательные и положить лайки. Вы знаете, что в Ютубе это можно ставить не отрицательные и положительные. Кстати, Ютубе голосование можно так проводить, почему это не проводить, я не знаю. То есть, про голосование все положительно, так плохо так. Вы знаете, удивительно, что вот у Володи, у него на все его видео, то, что мы с ним много сделали этих клипов, тут, наверное, 30-35, я не помню. Ну, можно под 40, наверное, под 40, наверное, да. Вы знаете, у него на все просмотры, там, несколько десятков тысяч просмотров, всего лишь два отрицательных лайка, больше я ничего говорить не буду. Это очень высокий показатель, это колоссальный показатель. Для меня, честно говоря, всегда было интересно вот эти лайки, как кого оценивать, понимаете. И для меня, я просто для себя выбрал вот такая песня, была группа Абба «С Новым Годом», помните эту песню? Да, да. Я считаю, что это великолепная песня, новогодняя, она праздничная. И вы знаете, там, вот у этой песни, на эти лайки, если посмотреть, один отрицательный лайк примерно на 20 положительных, это 21. У него соотношение куда круче, куда круче, чем у Англии, понимаете. Это о многом говорит. У него великолепные тексты, у него великолепный голос, у него великолепная душа, самое главное душа. Но даже отрицательный лайк тоже был, это внимание. Это тоже внимание. Ну, нет, это другое слово, конечно. Кого-то руки дрожали по балкам. Ненавистников в этом мире очень много, вы понимаете. Одни другим завидуют, и за завистью могут стоять. Есть масса разных вариантов. А кто-то просто может не понять. А есть еще другой вариант. Вы знаете, все сейчас ушли уже в телефоны, а там настолько мелко в этом телефоне, что, знаете, туда поставить лайк, вместо этого, элементарно можно ошибиться, элементарно. Поэтому здесь на этом будем считать, что это подрешность небольшая. Больше говорите. Что я могу еще сказать. Знаете, вот сюда собирались очень многие люди. Но по ряду причин кто-то не смог вот это. Люди такие вот, сам творишь, сам музыку, сам это. Ведь песни, все четыре диска у Владимира Ивановича записаны одной студии. У Валеры Качапурова. У Валеры Качапурова. Поющая гитара. Это одна из лучших студий в Санкт-Петербурге и России. Я просто отдельно слов их действительно как-то упустил. Но в голове, в душе и в сердце нам дают... Вот это, поэзи, последний тест, правильно, Владимир Иванович? Это есть еще в нашем мире искусство. Это человек шикарного мелодического вкуса. Блестящий аранжировщик, он же художественный руководитель первого в Советском Союзе вокально-инструментального ансамбля поющей гитары. Это маэстро Валерий Качапура. Мы с ним записали. Хотели там один, там... Одну вещь с футбола началась. С футбола написали, потом вторая, третья. Потом двух, ну альбом, музыкальный. Потом, говорит, давай второй, давай второй. Потом третий, четвертый. И все, и все. Потом пошло вот так вот. Но главное, что, дай Бог, здоровья, счастья и радости, а главное, концерт на заступлении, ансамбль поющей гитары. И его художественному руководителю. Я, Печерпу, Валерию Печерпу. Да. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здесь маленький... Что бы еще получилось? Семью-семью. Покажите. А я вам скажу, что... Знаете, у меня... Это еще... А я включил записи. Бывает, забыл... А, включила записи, нет? А ты что-нибудь снимаешь? Пойдем. Пойдем. Володя, Володя, заходите. Субтитры сделал DimaTorzok Ура! Ура! Там еще два человека осталось. Олеж, еще один. Все, все, съемка никак, ничего. Давайте я сейчас проконтролирую. Ну да, все поместились, нормально все, все хорошо. Все нормально. Ну что-то выберем, да, выберем. Все. Молодцы. Молодцы. Все. Ура!